В январе в Химках назовут победителя муниципального конкурса «Учитель года». Преподаватели уже заочно сдали проекты своих образовательных программ. А накануне рассказывали о себе в творческой презентации. Все подробности в нашем следующем сюжете. В этом году за звание лучшего борются 16 педагогов. Представлены почти все предметы, но больше всего учителей английского языка и физкультуры. Возраст участников самый разный – от 23 до 55 лет. Меня очень радует, что появился в России такой конкурс, что он успешно развивается, что имеет определенные меры господдержки и то, что наши учителя, наши педагоги активно в нем участвуют. И хотя это уже второй этап конкурса, в этот день участники впервые встретились лицом к лицу соперниками. В творческом самовыражении педагогов никто не сдерживал. Одни пели о самом себе и своей профессии, другие читали стихи. Третьи вместе с учениками представляли танцевальные и спортивные композиции. Искусство детям открывая, я себя частичку отдаю. После самопрезентации многие участники признались, что выступать на сцене было очень волнительно. Очень сложная была композиция, живая музыка, поэтому надо было, чтобы все совпало, переживали. Руки всегда трясутся, потому что это ответственно. Ты представляешь не только себя, ты представляешь свою школу. А школа для меня – это часть моей жизни. Мы ищем звезду в педагогике, не меньше, говорит победитель конкурса 2003 года Сергей Муханов. От учителей сегодня ждут новаторства и смелых педагогических экспериментов. Впереди, конечно, их профессиональные конкурсы, это методическое мастерство и, конечно же, это урок. Муниципальный конкурс завершится в январе. Победитель получит шанс принять участие во всероссийском конкурсе «Учитель года». Екатерина Зайнулова, Ирина Веременко и Дмитрий Шевелев. Служба новостей.